Всем привет! Сегодня хотел поделиться своей личной историей о том, как приучил котенка к лотку. История началась с того, что жена принесла домой вот этот пушок солнышка. После кормежки котенок, в общем, надудолил, прям не отходя от кассы, под столом на кухне. Придя с работы, увидел, что жена затирает что-то под столом уксусным раствором вонючим. Сразу вам скажу, что подобное замачивание мест такими сильно пахучими веществами ничего не дает. После этого котенок опять сходил в то же место, которое он облюбовал. Причем хозяева кошки, у которого брали котенка, утверждали, что котенок уже приучен к лотку. Ну, может быть, на самом деле он приучен был, просто новое место, новые запахи, решил в этом месте, посчитал, что это место более подходящее для его нужды. Я понял, что этим вечером мне нужно будет приучить котенка к лотку. Схема приучения довольно проста. Для начала нужно, чтобы котенок опять захотел в туалет. Поэтому кормим его сухим кормом и даем обильно попить. После этого котенок некоторое время гуляет, играет. Нужно некоторое время, чтобы процесс пошел. В этот момент нужно обязательно следить за котенком, потому что в любой момент он может вернуться на то место, и вы просто не успеете его перенести туда, куда положено. В общем, так я делал раза 3-4. Кормил, поил, кормил, поил. И когда котенок уже собирался справить свою нужду, в неположенном месте я перемещал его в лоток. Когда вы перемещаете котенка из того места, которое он выбрал, для него это некоторый стресс. Ну, представьте, если вас берут с унитаза и перемещают на другой горшок или унитаз. Конечно же, вы переходите в этот момент все, что хотели. Поэтому на четвертый раз, присев в неположенном месте, котенок был перемещен в лоток. Тут уже, конечно, ему было не в моготу, поэтому стресс не стресс, но он все-таки решил сделать это дело туда, куда его переместили. И о чудо, наконец-то! Наконец-то это свершилось! Посмотрите на его лицо в этот ногу. Это, конечно, надо видеть. Самое главное понять вот что. Господь Бог так устроил котов, что если где-то они один раз сходят в это место, они будут постоянно туда возвращаться. Поэтому ваша задача показать котенку вот таким способом, следя за ним, перемещая его из неположенного места в положенное место. Поэтому, как только он сделает свою нужду в нужном вам месте, с тех пор он будет повторять это снова и снова. Еще один момент. Всякое ткание морды котенка в то место, где он справил нужду в неположенном месте, не дает никакого эффекта. На этом мой доклад по приучению котенка завершен. Всем успехов! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok